Личный прием граждан провел Андрей Струневский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Основными темами обращения к парламентарию стали вопросы, касающиеся дачных участков, расширения производства по переработке вторичного сырья, а также вопросы социального и бытового характера. Традиционно, может быть, сегодня как-то и больше в 9 человек записалось, но прием идет граждан, и каждый может прийти и без записи, если вдруг у человека чего-то не получилось. Если есть моменты, что надо выехать к человеку и на место посмотреть, естественно, после приема мы находим время, выезжаем, согласовываем, когда можно подъехать, посмотреть, чтобы на месте почувствовать ту ситуацию, которая есть, та проблема, которая есть. Солигарчане приходили не только с жалобами, но и с предложениями, а также просьбами об оказании и содействии в решении вопроса рассмотрения документов об открытии медицинского центра, установки знака неровная дорога, ограничивающих скорость движения при заезде в деревню Красная Долина, реконструкции дворовой территории по проспекту Мира 13 и 15. Поступали вопросы, касающиеся благоустройства. Многие приходят с очень даже креативными идеями по переработке вторичных отходов. Это тоже приятно слышать, что навести порядок в стране, предприятие, которое будет заниматься переработкой, таких аналогов нет. Но мы все обсудили ряд вопросов, которые касаются и нашего города. Снег ушел, ямы остались. Предваривая территории парковка. Мы знаем, что будет у нас настроена система фотофиксации в городе, он уже монтируется. Для того, что я хочу предупредить наших автолюбителей, что есть парковочные места, паркуйтесь правильно. Не ставьте машины вдоль дорог, дайте навести порядок, убрать песок, убрать мусор, который есть. Что касается повышенного спроса на некоторые продукты, то дело в искусственном ажиотаже. Цены, в том числе на социально значимые товары первой необходимости, находятся под контролем. Отметил также Андрей Струневский. За ценами мы следим и за ценами в городе на продукты питания мы отслеживаем, которые есть. Есть социально значимые моменты, то, что говорит, что муки нет, там еще того нет. Все это находится на контроле. Если где-то есть какие-то моменты, что вдруг оно исчезло два дня, ну, потом принимается определенный алгоритм действий, и все возвращается на прилавки. Не надо создавать какой-то ажиотаж и паниковать. Все нормально, все под контролем. Как показывает практика, такие приемы дают возможность представителям власти оперативно реагировать на возникающие у людей проблемы. Большую часть вопросов удается решить на месте.